Эдвард Мусилимян собирается на работу. Житель села давно не ездил с таким удовольствием по своему микрорайону. Раньше невозможно было. Помыл на второй день опять на мойку. Дорога ужасна была. Благодаря тому, что асфальт сейчас чистенько помыл неделю, никаких проблем. Ну, себя человеком чувствуешь. Прекрасная дорога такая, отлично. Спасибо большое. Проблемы избирателей депутата Нижнешиловского округа всегда решают вместе. Юрия Дроздова, Аксена Муджана и Элеонору Ервандян жители села знают в лицо. На встречах с народными избранниками люди рассказывают о своих бытовых проблемах. Знают, в помощи им не откажут. Депутаты также обещают продолжить реконструкцию уличного полотна. Их конечная цель – поднять жизнь сельчан на городской уровень. Естественно, на этом мы не собираемся останавливаться. Тут есть еще вопросы. Надо благоустроить еще ливневки, провести в порядок. Есть еще другие переулки, другие улицы. Люди с тех улиц, переулков тоже к нам приходят. Хотелось бы, конечно, больше сделать, но по мере возможности они и хвалят нас, и критикуют нас, что мы не всегда им помогаем. Ремонт дорожного полотна на улицах Нижнешиловки обошелся казне в 6 миллионов рублей. Здесь установлено 6 новых остановочных павильонов, заменены опоры электроснабжения и 40 светильников. Теперь вечером центральная дорога в селе ярко освещена. Две новые трансформаторные подстанции сделали стабильным энергоснабжение жилых домов. Но главную проблему села – отсутствие централизованного водоснабжения. Народным избранникам пока решить не удалось. На сегодняшний день уже принято городским собранием программа социально-экономического развития, где в строчке по программе водоснабжения стоит в том числе и село Нижнешиловка. Конечно же проблем много, но я думаю, что мы на верном пути и все вместе мы придем именно к такому решению вопроса, когда в принципе и село ничем не будет отличаться от города. Депутатов округа хорошо знают и в школе искусств номер 6. Она работает с 1995 года. Благодаря усилиям народных избранников тогда в старом сельском клубе сделали ремонт. Теперь более 200 детей имеют возможность заниматься живописью, музыкой и танцами. Благодаря вот этой группе этих депутатов сейчас вы видите, какая школа, какой ремонт. Каждый год нам дают деньги. Мы приобрели шикарные пианино, инструменты. В наше время это очень большой прогресс. Депутаты обещают избирателям продолжить работу по организации досуга детей. В скором времени в селе построят 4 игровых площадки.